Искушение Иисуса Христа Иисус в последнее время переживал искушение. Есть такие люди? Может даже до сих пор кто-то в искушении находится. Матфея 4 глава. И прочитаем с первого стиха. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из узбожьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедают о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вы знаете, вот есть такие произведения литературные, которые, когда ты вот прочитаешь, к ним периодически вот все равно возвращаешься. Есть такие произведения, которые вот после первого прочтения, они словно продолжают следовать за тобой всю жизнь. Есть вот такие произведения, да? Вот бывают такие произведения. Я, конечно, имею в виду не то, что там, скажешь, я прочитал сказку Колобок, и потом детям читал, и внукам читал. Вот всю жизнь со мной Колобок или Курочка-Ряба. Есть известные произведения, которые просто мы их знаем, но не скажем, что они как-то сильно отложили отпечаток в нашей душе. А вот есть книги, которые они словно тебя формируют и продолжают формировать. Вот для меня одним из таких произведений является легенда о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского. Я помню, я первый раз, когда прочитал ее, я даже не скажу, что я полностью понял, но как-то вот настолько это как-то вошло внутрь, что я после этого какое-то время думал. И потом периодически в своей жизни я возвращался и возвращался к ней. И, вы знаете, буквально на прошлой неделе как-то почувствовал побуждение и взял это произведение. Оно входит в «Братья Карамазовы», хотя в действительности его Достоевский писал как отдельное произведение, он просто потом вставил как разговор между братьями. Вот. Поэтому, в принципе, легенду о великом инквизиторе можно читать отдельно. И вот я вот открываю, так перечитать сразу Карамазовых-то тяжело, объемно, а великий инквизитор, он так по силам. Вот. И как-то берешь его и начал его перечитывать. И вот знаете, вот удивительно, что произведение, написанное в 19 веке, оно не менее актуально и в 20 веке оказалось. И что вот интересно, мы сейчас живем в 21 веке, и я смотрю на эту книгу, а оно сегодня, наверное, ну ничуть не меньше, чем даже в 20 веке актуально. И поскольку мы все живем в России, в нашей стране в том числе, великий инквизитор – это, в принципе, истолкование Достоевским, ну вот его, как вот проповедник берет местописание и истолковывает. Вот точно так же Достоевский, он взял вот это место, которое мы только что прочитали из 4 главы Евангелиана «О искушении Христа», и вот так вот по-литературному его истолковал. И события, которые происходят в этой легенде – это средние века, Испания, Севилья. И там старый кардинал, инквизитор, который жгет еретиков, и вот именно туда решил опять прийти Иисус Христос. Но прийти не как второе пришествие, как вот молния от восхода до запада бывает яркая, а как бы вот такое предварительно прийти еще раз, вот без вида и величия, так же, как он приходил до этого. И вот он приходит со своей любовью, со своей милостью, и опять люди начинают тянуться к его любви, к его милости, пока он не встречается с великим инквизитором. И вот великий инквизитор приказывает его схватить и бросить в темницу. И когда вот инквизитор приходит один в эту темницу и смотрит на Иисуса, сразу его узнает. И вся эта легенда, это некий как бы вот диалог между великим инквизитором, этим церковным кардиналом, жгущим еретиков, и Иисусом Христом. И кардинал говорит ему, вот Иисус, ты же слышал вот эти три великих вопроса, которые страшный дух задал тебе в пустыне, искушая тебя. И он говорит, ну вот посмотри на то, что происходит с того момента, кто оказался прав, ты или тот, кто тебе задавал вопросы. И инквизитор говорит, нет Иисус, не ты оказался прав. Когда мы смотрим на историю человечества, то в этой истории человечества как раз и воплотились эти три великих вопроса, которые тебе были заданы. И ты ответил на них по-своему, но история человечества пошла, а не как ты ответил. И он говорит, в этих трех вопросах, которые тебе этот дух задал в пустыне, был отображен весь образ, вот этот противоречивый образ человечества. И вот самый первый вопрос, когда, искушая этот нечистый дух, спрашивал Иисуса, ну вот голоден же, так прикажи, чтобы камни сделали с хлебами. И вот послушайте, маленькая цитата, вот инквизитор говорит Иисусу, видишь ли сие камни, обрати их в хлебы, и за тобою побежит человечество как стадо, благодарное и послушное. Но ты не захотел лишить человечества свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, если послушание куплено хлебами. И инквизитор говорит, вот ты предложил людям свободу, а кому эта свобода оказалась нужна? Если людям предложат хлеб, то есть земные блага, благополучие, люди отдадут свою свободу ради этих благ. Люди предпочтут не пользоваться свободой, лишь бы хорошо и преуспевающе жить на этой земле. Это как в наших русских народных сказках, когда к бабе Иге приходит в ее избушку добрый молодец, да, и бабушка Ига там что-то начинает с ним беседы вести. Что молодец говорит? Эй, говорит, подожди, сначала меня накорми, напои, баньку растопи, а потом уж и расспрашивай, да? То есть вот это первое. Вот это первое. Накорми, напои, а уже потом. Вы знаете, в этих вопросах не просто история человечества отобразилась. И я бы добавил, что в этом отобразилась в том числе и история христианской церкви. Ведь не секрет, когда мы хотим то, что мы называем евангелизировать, то есть приводить людей к Богу, очень часто и больше всего мы ставим акцент на благе, на благах. Тебе плохо? Плохо, да? Там в семье проблемы? Проблемы. Со здоровьем проблемы? Проблемы. С работой проблемы? О, вообще сейчас кризис, большие проблемы. Да к тебе Бог нужен, мы говорим ему, да? То есть как в этой сказке, давай приходи, мы тебя накормим, напоим, баньку тебе растопим, тебе хорошо будет. И потом уже, если вдруг захочешь, то ты можешь уже и Бога познать, как бы и Бога пережить. И вы знаете, я как-то вот в последнее время, когда часто смотрю проповеди, сейчас благодаря интернету можно смотреть проповеди, у меня такое чувство складывается, что чуть ли не большая часть проповедей, не большая часть проповедников посвящены тому, что вот собираются люди, у меня такое, знаете, ощущение, что церковь это место для неудачников. Вот собираются, у них что-то ничего не получилось. Вот с работы у него не вышло ничего, семья у него развалилась, вот все у него в жизни плохо. Что ему делать? Прийти в церковь, почему? А здесь мы ему скажем, что тебе плохо, ничего, будет хорошо. Все камни в твоей жизни станут хлебом. Все проблемы будут отвечены, тебе будет хорошо, что там тебе не удавалось, тебе здесь удастся. Ты такой думаешь, о, здорово, здорово, здорово. Что-то я в правильное место пришел. Сейчас мне будет все хорошо. Люди приходят и начинают ждать. Неделю ждет, две ждет. Время идет. Что-то вот не всегда бывает. Но если получается, то он думает, о, все получилось. А если не получается, то он в недоумении, что-то так. Обещали одно. Что-то не происходит. Как-то ваш бог какой-то слабый. Какой-то бог бессильный. И начинаются разговоры. Мы говорим, ну, понимаешь. И тут уже начинаем, ну, бог, конечно, он это сделает, но он не так быстро порой. И мы начинаем как-то ему объяснять, что бог ему сделает. И когда он ему сделает, не отчаивайся, давай. Господь терпел и нам велел. Потерпим еще немножко. И будет совсем хорошо. И мы терпим. И такое чувство. Приходят люди и говорят, ой, пастор, уже мочи нет терпеть. И цель проповедника выйти на сцену и сказать, ничего, братья, потерпим еще немножко. Аминь, пастор. Ничего, еще, еще. Последняя неделя дьявол в агонии. Потерпим еще немножко. Аминь, пастор. И как бы все время вдохновить. Неделя прошла, опять ничего не поменялось. Приходишь в церковь и говоришь, пастор, ничего. И пастор такой, ничего. Я сейчас другую проповедь возьму, но о том же самом потерпим немножко. Еще немного и успех. Накройте с головой. Придут блага. А ты думаешь, ну ладно. Наверное, точно придут. Что-то я совсем раскис. Уходишь, ничего не меняется. Приходишь, пастор, в чем дело? Ничего, братья. Ну и тут уже сколько кто продержится? Что мы называем верой? Ничего, еще потерпим. И все нас накроет с головой. Все, все будет хорошо, все будет нормально. Все будет хорошо, все будет нормально. И когда начинаешь читать Евангелие, вот вроде бы есть такие ясные слова. Почему в церкви мы их часто не видим? Очень просто. Потому что мы их не хотим видеть. Мы не хотим их видеть. Мы видим то, что хотим. Я не знаю, я вам как-то рассказывал. У меня в жизни был такой случай в детстве, когда мы с родителями улетали в отпуск. Я был маленький, они брали меня в отпуск. Это уже было лето. Мы улетели. А у нас были попугаи дома. Два осталось. Синий и зеленый. У нас были два попугая. Да, мам? У нас было два попугая. Вот. И мы отдали их соседям, чтобы они их кормили, пока мы в отпуске. Вот. И вот мы возвращаемся. И приехали домой после отпуска. Распаковывают чемоданы. Вот это правдивая история. Правдивая история. Родители распаковывают чемоданы. Вот. А я после дороги решил поспать немножко. Маленький был, лег. И снится мне сон, что мы находимся в отпуске. А в это время наши соседи открыли клетку, чтобы дать попугаям полетать. И попугаи летают, летают, но соседи забыли закрыть форточку. И один из них, зеленый, улетел. А на самом деле она была зеленая. Вот. Она улетела. Рождался только один синий. И это все мне снится. И соседи думают. Ой, как же так? Вот нам доверили, а мы упустили. И они поехали на рынок. А там не было зеленых. И они купили еще одного синего. И посадили. И сейчас в клетке два синих попугая. Я просыпаюсь. И говорю. Мама, срочно неси клетку с попугаями. Она говорит. Куда торопиться? Мы хоть разберем чемодан и вещь. Нет, попугаев неси. Попугаев неси. Она говорит. Ладно, ладно. Пошли к соседям за попугаями. А я стою. Мне сон приснился. Бывает такой сон. Прямо как наяву. Бывает такой сон, да? Я стою. И прям в нетерпении жду. Когда же мне принесут эту клетку. Мама заносит клетку. И я вижу в клетке два синих попугая. Я падаю на пол. Мама, мне не надо. Мне того зеленого надо. Я не люблю ту зеленую. Мне не надо вот этого. Это не мой попугай. Мне надо зеленую. Мама говорит. Что с тобой? Какую зеленую? Какую синию? Говорит. Что? Что? Мама, мне надо зеленую. Я не хочу два синих попугая. Он говорит. Каких два синих попугая? Я поднимаю глаза. А в клетке сидит зеленый и синий. Это правдивая история. То есть я настолько настроил себя на два синих попугая, что когда внесли клетку, я увидел два синих попугая. Два синих попугая. И мне нужно было некоторое время очухаться, чтобы увидеть реальность. Такой драгоценный точно так же и мы. Вы знаете, вот некоторые думают, что мы видим глазами, смотрим глазами. Вот у меня мама, это она офтальмолог, глазной врач. Вот видим глазами. На самом деле это неправильно. Мы видим не глазами, мы видим мозгами. Глаза это лишь такие штучки, которые перед... Я думаю, недалеко то время, когда уже сейчас, может быть, вы читали уже какие-то искусственные начинают глаза создаваться. Ну это приборы. Вот там все-все. И вот приходят наши глаза, и там формируется картинка. Там формируется картинка. Поэтому даже иногда, когда глаза ничего не видят, например, во время сна, картинка все равно формируется. И вот у нас сформировалась какая-то картинка, и мы уже потом глазами смотрим, но вот эта картинка важнее наших глаз. Поэтому вот иногда некоторых людей, вы замечали, их трудно в чем-то убедить. Кажется, ну посмотри, да? Вот ты им говоришь, вот посмотри. Что? У него в голове картинка, и он все, что видит, подгоняет под картинку в своих мозгах. В своих мозгах. Точно так же, когда мы говорим, ой, Бог хочет, чтобы ты там был такой, 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 такой. То есть вот мы говорим, что у тебя такая картинка, ну, ой, ну я тоже этого хочу в принципе. Ну я тоже хочу. Что мне с этими камнями? Мне хлебов. Да побольше, побольше. Мне хочется хлебов. И ты смотришь на все на это, и потом уже ты в Библии все видишь, вот все стихи видишь в контексте твоей картинки. Понимаете? В контексте. Очень трудно посмотреть здраво, трезво на это. Я помню, об одном проповеднике говорили, он все время проповедовал о деньгах, и о нем говорили, что он в каждом стихе из Библии видит доллары. И мы думаем, вот как, вот проницательный какой. А сейчас я думаю, какой несчастный человек. Какая же у него сильная картинка в мозгах в виде доллара, что он все видит в виде доллара. Так вот, драгоценные, если мы с вами посмотрим, вот что же апостол Павел пытается донести, вот без наших картинок, да? Мне кажется, это настолько ясно, настолько понятно, что даже спорить глупо. И сам Павел, смотрите, пишет, 1 Тимофея, 6 глава, 5 стих. 1 Тимофея, 6 глава, 5 стих. Пустые споры. Павел тоже говорит, такие споры не сейчас ведутся только. Они давно уже ведутся. Пустые споры между людьми при поврежденного ума. Поврежденный ум. Это не в смысле, что там вот упал камень на голову, у него ум поврежденный такой сейчас. Нет, может, никакой камень не падать. Но у тебя там такие, как Библия говорит, твердыни в голове, такие у тебя там картинки сформированы, что ты не можешь видеть реальность, в том числе духовную реальность. Так вот люди вот с этим поврежденным умом, чуждыми истины, которые думают, то есть они вот видят вот так у себя, какую картинку, а вот такую, пишет Павел, будто благочестие служит для прибытка. Какая цель веры? Сделать из камней хлебы. Вот наша цель. В это мы верим. Хорошо жить. И когда сейчас такие часто учения очень популярны, Павел пишет, удаляйся от таких. Не посещайте семинары, не слушайте такие проповеди. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть хочешь приобрести? Говорю, да, да. Хочу, пастор, приобрести хочу. Будь благочестивым и довольным. Вот что надо приобретать. Благочестивым и довольным. Потому что те, кто бегают за вещами, они никогда не довольны. Им все мало-мало. Ну и мы же понимаем, мы живем на этой земле и за все есть плата. И поэтому за большие блага приходится идти на компромисс, где-то исказил, где-то пошел на ложь и никакого благочестия нет. То есть мы платим за это. То есть хочешь бегать за вещами, за хлебами, заплатишь. Благочестием и довольством. Вот это все. Великое приобретение. Ибо мы, и вроде бы Павел пишет такие вот явные вещи, но они не доходят. Вот наш искаженный, наш ум с искаженными, извращенными картинками, не дает нам это разглядеть. Хотя это так очевидно. Мы ничего не принесли в мир. Ничего. Ничего. Кто-нибудь из вас родился? Родился уже с кошельком такой. Или в шапочке. Или в красивой одежде. Или с деньгами в руках. Кто-нибудь родился? Мы ничего не принесли. То есть ты, драгоценный мой, ничего сюда не принес. Вообще ничего. Ты вошел в то, что Бог уже создал. Бог и тебя-то на самом деле тоже создал. Ничего не принес сюда. Вот ничего. Пришел и все. Если бы это было так важно, Бог бы нас оснастил. Тут кошелек, там одежда какая-то, машина там. Нет, ничего. Ничего. Потому что самое главное, что в этот мир пришло, что Бог желал видеть. Это ты. Понимаете? Это ты. Когда у нас последний ребенок рождался, я был на родах. И ты знаешь, я был такой. Одно было из самых сильных потрясений в моей жизни. Присутствие на родах. Я потом жалел, что я на это решился только в последний раз, когда жена была беременна. Если бы я знал, я бы был. Потому что это такие переживания. Это такие переживания. Когда приходит в мир жизнь Божия. И когда ты присутствуешь, и вот там рождается, и врачи говорят, вот и сразу же отдали мне. Сразу отдали мне ребенка. Отцу отдали ребенка. А я ждал же, что когда дети рождаются, они должны кричать. Там что-то мне рассказывали. Легкие надо у него. Там бить его куда, чтобы он орал. Там еще что-то легкие. Вот. А у нас родился он и не кричал вообще. Я говорю, а что он не кричит? Он говорит, а что тебе надо, чтобы орал что ли? Мне врачи говорят. Он говорит, да нет. Он говорит, да держи и радуйся. Все. И потом я понял, почему он не орал. Потому что, когда рождается ребенок, и папы нет, ему плохо. Он орет. Когда папа есть, ему орать не надо. Ему орать не надо. Потому что все под контролем. Все под контролем. Вот. И он пришел. И он пришел. И я был так рад. Я был так... Я не ждал, что он придет с миллионом долларов, например. Говорит, папа, Бог меня родил и подарок просил тебе передать. Поэтому мы ничего не принесли в мир. Но это еще не все. Павел продолжает. Явно, что ничего не можем и вынести из него. То есть ты ничего не вынесешь. То есть ты как пришел, так уйдешь. Ничего не будет. Конечно, люди пытаются как-то что-то в свой... Даже есть такие услуги, там в гроб и телефон кладут, там еще что-то, дорогие вещи. Ордена дойдут. Чтобы ты пришел такой на небо в орденах весь. И Бог скажет, герой. Герой пришел Советского Союза. И ничего не унесешь. Ничего. Я даже как-то на собрание говорил, что одна... когда умерла одна фотомодель в Штатах, то в завещании прочитали, что она требовала ее похоронить в своем серебристом Феррари. Там гроб такой сделали. В Феррари она села. Куда она там поедет? Я не знаю вообще. Ну вот так вот ей хотелось. Она не могла себе почувствовать, что она там без Феррари будет. Думаю, для нее сюрприз. Она ушла в тот свет. Раз, а Феррари нет. Феррари нет. Почему? Да потому что мы ничего не унесем. И вот смотри, вот между этими двумя ничего мы сейчас находимся. Мы ничего не принесли. Мы ничего не унесем. Не кажется ли вам, что это понимание изменяет наше отношение к тому, чего, что мы временно здесь имеем? Не кажется ли вам, что не нужно ради этого жить? Этого чего? Потому что Бог нас привел сюда ради большего. И Иисус сказал об этом большем. Не хлебом одним будет жив человек. Да, мы его здесь едим. Но жить ради хлеба, ради блага, ради комфорта, ради удобства, это вообще не жизнь. потому что есть что-то большее. Для чего ты сюда пришел? И Павел об этом пишет. Мы ничего не принесли, явно ничего не можем вынести. У нас вот здесь есть пропитание, одежда, да? Будем довольны тем, а желающие обогащаться, ой, больше, 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 давай, Господь, давай, впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедство и пагубу. Ибо корень всех зол есть, сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ну, драгоценное, но мне кажется, Павел, он настолько ясно это пишет, настолько понятно, как это можно еще вот истолковать. Иначе я не знаю, я не знаю. И Павел это пишет не для того, чтобы как-то, знаете, нас расстроить. Он говорит, понимаете, что вы думаете, что вот там вот вы пришли, там вас Бог не будет благословлять. Даже не мечтай. Вот ты ничего не принялся, ничего не унесешь. Все. Жизнь бессмысленна. Нет. Павел стремился объяснить верующим, что мы живем для чего-то большего. То, о чем говорил Иисус. Ищите прежде всего Царство Божие, правда Его. Прежде. не то, что вот сначала накорми, напои, а уж потом. Я уже такой сытый, довольный, после баньки, перед сном, порассуждаю о Царстве Божьем. Нет. Ищи прежде всего. Ищи прежде всего. И вот зацикленность верующих, зацикленность церкви на материальных благах приводит к тому, что ради этого они готовы продавать все, продавать свободу свою, продавать истину, идти на компромиссы. И великий инквизитор говорит Иисусу, ну что, Иисус, ты-то отверг это предложение злого духа, а твои последователи, да большая часть из них нет, не отвергает. Поэтому кто оказался прав, не ты, Иисус, не ты. Дальше великий инквизитор переходит ко второму вопросу, когда злой дух сказал Иисусу, подняв его высоко-высоко, ну что, давай, бросайся вниз, ангелы понесут, сын Божий, что тебе сделается? Ты не приткнешься камень ногой своей. И вот смотрите, цитата, слова великого инквизитора, лишь человек отвергнет чудо, тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так, как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздает себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колбовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. И опять великий инквизитор упрекает Иисуса, что ж ты, Иисус, отверг-то чудо, а? Что ж ты отверг чудо? Чудо это самое главное. Людям думаешь, что Бог нужен, им нужно чудо, а Бог лишь как создатель чудес, Бог лишь как средство, а цель чудо. И если не будет чуда, то и Бог такой людям не нужен без чудес. И что вот интересно, во многом часто атеистические идеи приходят, знаете, когда? Когда люди разочаровываются в естественных чудесах. О, да чудес нет, так значит и Бога нет. Хотя сам по себе мир, он уже говорит весь о Господе как творение. Вы понимаете, ненужные чудеса, чтобы убедиться, что Бог есть. Павел говорит, само творение рассказывает нам о Творце. Я иногда удивляюсь, знаете, насколько Бог удивительный, насколько вот Он вездесущий, Он везде, Он спереди и сзади, Он слева и справа, Он сверху, Он снизу, Господь везде, но Он Сам Себя так спрятал в Себе Самом, что мы смотрим, а где Бог, а где Бог, а где Бог? То есть ты смотришь, ты никуда глаз не можешь поместить, чтобы там Бога не было, но Он так себя в Себе спрятал, что мы смотрим и не видим и говорим о чудесах. Где чудеса? Нам нужны чудеса? Нам главное чудеса? Конечно, мы знаем, Иисус совершал чудеса, но Иисус показывал нам, что не нужно Его в чудесах искать. Нет. В 24 главе Евангелие от Матфея Он говорит, ибо восстанут, смотрите, 24 глава, 24 стих, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. то есть, если мы ищем Бога в чудесах, то мы найдем антихриста, лжепророка и будем думать, что все Бог, будем думать, что все это от Господа, а это не так. Поэтому Иисус и говорил, будут люди, которые придут ко мне и скажут, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, чудеса творили, а Он что скажет, отойдите от Меня, Я никогда не знал вас. Тоже драгоценное, чтобы не понять эти ясные слова Иисуса, нужно иметь сильное искажение в разуме, потому что очень часто верующие только и заняты, что погоней за чудесами, за чудесами, там, где больше чудес, там больше Бога, а там чудеса, там Бог, там Господь. Поэтому великие-то инквизиторы говорят Иисусу, да, ты не стал делать чудо, нет, а людям чудо важней, они не пошли за тобой, ты сказал, не искушай Господа Бога, а они начали. Кто оказался прав, не ты, Иисус, не ты оказался прав. Возникает вопрос, ну, а что ж тогда, мы не сможем Бога пережить? Дорогие, то, что не надо искать Бога в чудесах, не означает, что мы не можем Его пережить. Нам пережить Его мешает грех. Иисус и сказал, говорит, отойдите от Меня, я никогда не знал вас, почему вы делали беззаконие, беззаконие. Что же такое грех? Мне очень нравится, как один митрополит, Антоний Сурожский, дал такое определение, послушайте, определение, что же такое грех? Грех это потеря контакта с собственной глубиной. Господь не поместил свое царство в чудеса, Он поместил свое царство внутрь нас. И можно говорить, грех это воровать, грех это изменять жене, и все это правильно, но это не касается корня греха, потому что когда Иисус рассматривал заповеди Ветхого Завета, Он не отрицал их, Он просто показывал на корень, написано не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, то есть грех начинается не на неверном ложе, грех начинается внутри, вот где рождается вожделение, написано говорил Иисус не убивай, а я говорю вам всякие ненавидящие брата своего и опять Иисус не отвергает заповеди, Он говорит где же начинается грех, где начинается убийство внутри, не в ноже, внутри нас начинается, точно так же видите грех это потеря контакта с собственной глубиной, то есть с тем царством, которое внутри тебя, если ты просто пытаешься не грешить, исполняя правила, исполняя такие постановления, то тебе не нужен новый завет, тебе было бы достаточно ветхого завета, где даны все заповеди, зачем тебе что-то, ну вот тебе дано, давай исполняй, Иисус пришел, чтобы взять грехи наши на себя и открыть нам доступ во святое святых небес, что это означает, где эти небеса, где, да вот же опять, внутри тебя они, нам не нужно никуда идти к алтарям, некоторые говорят, ой, пастор, мы идем к алтарю, это не алтарь, это сцена, это сцена для проповеди, и то, что кто-то называет это алтарем, и даже я смотрю, среди протестантских церквей есть такое, там кто-то ковчег устанавливает, кто-то еще что-то устанавливает, на сцене так красиво что-то, сцена, это сцена, платформа для проповеди, здесь нет ничего святого, и когда я стою здесь на сцене, и ты там сидишь, может быть, там, на последних рядах, то место ничуть не менее свято, чем это, ничуть не менее свято, потому что алтарь не здесь, не там, не в Иерусалиме, и не на горе сей, а в духе и в истине, внутри нас, и когда ты теряешь контакт с этой глубиной, вот тогда рождается грех, тогда рождается грех, я помню одну древнюю притчу, когда был такой диалог, когда Бог спрашивает ангелов, где же мне спрятаться от людей, и ангелы говорят, спрячься в их сердцах, там никто не ищет, хочешь найти его, вот, внутри тебя, в твоем сердце он находится, в твоем сердце, я помню, у меня был в жизни период, я все время размышлял, почему Господь так мало делает чудес, потому что даже когда вот там где-то он много делает, потом туда поезжаешь, узнаешь, и оказывается, что и там он не так уж и много делает, просто говорят много, я думаю, ну все-таки сколько людей несчастных, больных, Господь, я помню, однажды Господь мне так интересно ответил, я читал одну книгу, и там наткнулся на дни мудрые слова, Бог не делает много чудес, потому что мы берем его чудеса и обрещаем в повод для собственной гордости, как в одной песне у Бориса Гребенщикова такие слова есть, наше дыхание свято, мы движемся всех любя, но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя, мы берем даже чудеса и делаем из себя чудотворцев, хотя Иисус в том же самом послании к Коринфянам, где он больше всего рассуждает о чудесах, о знамениях, апостол Павел больше всего там рассуждает о чудесах, о знамениях, о духовных дарах, он показывает там путь превосходнейший, и этот путь он называет любовь, нигде не написано Бог есть чудо, написано Бог есть любовь, Бог есть любовь, о, я хочу чудеса делать, я хочу чудеса делать, чтобы Бог являл себя в моей жизни, а любить не хочешь? Ну, любить. Так вот, любовь – это его природа. Любовь – это его природа. Но как-то любовь – это как-то... Иногда кажется, что порой в нашей жизни любви еще меньше, чем чудес. Любить, прощать, миловать, снисходить. Это все хорошо, хорошо, но если кто-то бросился вниз и не разбился, вот тогда бы мы уверовали в Него, вот тогда бы Бог – это Бог, вот тогда было бы вот знамение. А в Номзете говорится «рот лукавый и прелюбодейный». Он ищет чего? Знамение. Покажи, Господи, и уверуем в Тебя. А Иисус не стал бросаться. Почему? Потому что Он все понимал. Но как же нам тогда пережить Его? А внутри себя, в сердце. Потому что, если грех – это потеря контакта собственной глубиной, то я тебе скажу, святость – это налаживание твоего контакта. Это не то, что я этого не делаю, я этого не делаю. Это внутри. Когда свет Божий наполняет тебя, ты соединяешься с Ним. Ты соединяешься с Ним. И приходит Его присутствие. Приходит Его присутствие. Конечно, в церкви мы молимся за исцеление, мы молимся за благословение. Но вы поймите, тут есть разные отношения. Для нас это не является доказательством Бога. И когда происходит исцеление, Бога не больше и не меньше в твоей жизни. Можно пережить исцеление, можно пережить большие благословения и жить черствой жизнью. Я, к сожалению, видел немало примеров, когда люди переживали то, что они называют благословением. Я не считаю, что это было благословение, но они и считают. И они становились такими большими и великими, большими и важными. А еще, не дай Бог, дары какие-нибудь там духовные. И они так серьезно возвышались. И они так по-новому начинали о себе думать. что вокруг них чувствовался холод. Словно рвались всякие связи и с ближними, и с Господом. Хотя имени Господа было много, а Его присутствие не чувствовалось. Нам важно Его присутствие. Ищи этого. Ты можешь это пережить. Ты можешь это пережить. Но к сожалению, великий инквизитор был прав. Для очень многих, в том числе в церкви, если нет чудес, то и Бог не нужен. И третье. Третье, когда этот злобный дух показал Иисусу царства земли, славу их, и сказал, все это дам тебе. Если пав, поклонишься мне. И вот что говорит великий инквизитор. Иисус, он это говорит, мы взяли то, что ты с негодованием отверг. Тот последний дар, который Он предлагал тебе, показав тебе царства земные, мы взяли меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными. Пред кем преклониться, кому вручить совесть, и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный, общий и согласный муравейник. Ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. И вот эта третья вещь власть и слава. Людям порой хочется соединиться в такой большой муравейник, или так назовем это человейник. И вот такой большой человейник, где все нас много, и мы все такие единые, и мы словно отдаем кому-то власть, поклонившись, и ответственность, и отказываемся сами думать, отказываемся сами размышлять. Нам кажется, а что я? А что я? А я как все. И быть как все просто, проще же с волками жить по волчьи быть. Когда ты как все, тогда тебе легче получить и царство, и славу их намного проще. И людям иногда кажется, что, знаешь, глаз толпы глаз Божий говорят. И это совсем не согласуется с Евангелием, потому что глаз толпы, он такой изменчивый. Вчера кричали Асана, а сегодня будут кричать распни. Распни. И, к сожалению, и в церкви тоже происходит. Нам не хочется думать. Пусть пастор думает, кардинал какой-нибудь думает. Папа римский думает. Вот они, жираф большой, ему видней. А что я? А что мне думать? А зачем мне думать? Вот почему я так часто люблю цитировать письмо немецкого солдата, который попал в Сталинградский котел. И там, во время этой бойни кровавой, этот немецкий солдат вдруг понял, где он оказался, в чем он оказался. Раньше, когда он маршировал со всеми, тысячи и тысячи и тысячи, миллионы, миллионы, миллионы и кричал, Германия превыше всего. Он как-то об этом не задумывался. В толпе не хочется думать. Я думаю, не зря Высоцкий говорил в одной из песен, я не люблю манежи и арены, они их миллион меняют по рублю. Когда на нашу арену, оооо, нас много. И люди часто не думают, они прячутся в этой толпе. А Библия говорит, что толпа, она не всегда права. Толпа может идти на убийство, на зло. Поэтому в Ветхом Завете написано, что не иди с большинством на преступление, на зло. Не иди, а мы не хотим думать. И вот этот солдат, когда он там вдруг прозрел, на парадах он не прозревал. Во время этих огненных факельцумах он не прозревал. Когда там все шли, а, ура, наша страна самая сильная, сейчас всех завоюем, мы правы, все они правы. Вот это желание быть частью вот этого моря большого. И потом, когда в этой Сталинградской битве он писал своей жене, он писал, что он оказался в таком аде и был участником этого ада. И он говорил, разумеется, моя вина невелика. Это всего лишь одна семидесятимиллионная вина всего немецкого народа. Но я жизнью отвечаю за эту одну семидесятимиллионную. Поэтому драгоценные, пускай даже девяносто девять процентов будут за, это еще не говорит, что ты должен быть со всеми. Бог не дал нам разум один, разум пастору дал, всем не нужен. Президенту разум дам, вы не думайте. Папе римскому разум дам, остальные просто поклоняйтесь. Зачем вам разум? Нет, Бог дал каждому разум, каждому разум. Поэтому избавляйся от этого желания быть частью толпы. Потом всегда наступают кровавые прозрения, когда вдруг люди понимают, ой, а вон оно оказалось, а я не знал. Не, 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 ты не знал, ты не хотел знать. Ты не хотел знать. Многие говорили, о, мы не знали. Вот в Германии окажется, были концлагери и там уничтожали столько людей, евреев уничтожали, мы не знали. Нет, вы не хотели знать. Вы не хотели знать. Не хотели. А это разница. Я понимаю, что проще не знать, проще не думать. Вот что говорит пропаганда, вот ты верь, вот ты, а что тебе думать-то? Или знаешь, еще проще стать циником, а все это ерунда, все, суета-сует. Нет. Такое циничное отношение. Нет. Библия говорит, что есть истина. Истины нет. Как посмотреть? Есть истина. Есть. И однажды каждый ее увидит. Лишь бы поздно не было. Лишь бы поздно не было. И поэтому я и говорил, хотя вроде бы это написано было в девятнадцатом веке, а двадцатый век со своими мировыми войнами, революциями, ядерными взрывами. Он доказал, что вот это произведение, легенда о великом инквизиторе, она во многом пророческая, во многом. не случайно сегодня у нас какой день недели? Третий это какое число? Девятое августа. Шестого августа Хиросима, девятого Нагасаки. И это совершили не дикари племени Умба-Юмба, совершила цивилизованность страна. А? Если ты думаешь, что я сейчас говорю против Америки, я тебе скажу нет. В каждой стране такого есть. В каждой стране. И в Европе, в Германии, и в Америке. А уж у нас в России этого. Потому что принцип-то один. Не отступай от правды с большинством. Не отступай. И вроде бы 20-й век закончился. 21-й век. Век информационный, век технологий, век интернета. Век, когда мы можем моментально узнавать то, что происходит в разных уголках земли. Сегодня сказал кто-то и уже моментально все его слышат. Время, когда я могу здесь проповедовать в Екатеринбурге, в других странах это слышу через несколько секунд. Ой, какое время. Но люди не меняются. Время другое, люди те же. Люди те же. Войны продолжаются, безумие продолжается, пропаганда продолжается, травля народ на народ. Все это продолжается. Все это продолжается. И знаете, самое стыдное для нас, что очень часто церковь в этой агрессии, в этом безумии принимала и принимает очень активное участие. Вот об этом говорил великий инквизитор. Он говорил, да верующие такие же, тоже полны этого зла, полны этого безумия и участвуют в том же самом. Участвуют в том же самом. И как люди думали, что ой, я не виноват, нас ведь много, мы не виноваты, все такие, что с меня спрашивать? Ты давай с начальника спрашивай, с папы спрашивай, с короля, с президента, а я что, я как все? Нет, 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 каждый несет ответственность. Каждый. Вот почему интересно, есть такие слова, которые опять говорит великий инквизитор. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен. Всякий грех, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить, потому что любим их. Наказание же за грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. Этим занималась, продавали индульгенции, да? Вот, он согрешил, да ничего, мы берем на себя твой грех. Поклонись, требы соверши, индульгенцию купи, мы прощаем тебя, ты прощен. Таким образом, человек строит свою веру не на отношениях с Господом, а на словах людей, которые просто используют его, в том числе в рясах, в мантиях, с пастырскими вратничками. Это происходит. Но Иисус не поклонился. Как же, Иисус, подожди, царство и слава их, ну разве это не стоит? Нет, Он не поклонился. Он не стал поклоняться, не стал. И вот смотрите, Откровение, 17 глава, 13 стих, где говорятся пророчества о последнем времени, в том числе о царствах, это пророческие слова, послушайте, они имеют одни мысли. Пастор, это же хорошо. Подожди, одни мысли, это не всегда хорошо. Тот, кто вавилонскую башню строил, тоже имели одни мысли до поры до времени. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю. падший поклонишься мне. Они будут вести брань с агнцем и агнец победит их, ибо они есть Господь, ибо он есть Господь господствующих и царь царей и те, которые с ним суть званные и избранные и верные. Вы знаете, там в конце этой легенды инквизитор говорит Иисусу, что он раньше пытался жить как Иисус, пытался следовать за Иисусом, пока однажды не понял, что то, что Иисус показал, это иллюзия. Людям не нужно то, что Иисус показал. Людям как раз нужно благо, первое искушение, чудеса, второе искушение и единство, безопасность в этом, даже за счет потери своей свободы и поклонения зверю. Вот, что людям он говорит нужно. Поэтому он говорит, Иисус, не ты прав, а я прав. Я прав. Нельзя на земле действовать как ты учил. Не получается так. Приходится действовать по-земному. И мы видим, как происходило в истории церкви, как церковь действовала по-земному, как святая Ирина, жена императора, приказала истреблять иконоборцев, и потом ее канонизировали, а на ее руках кровь. стольких людей верующих. Когда уничтожали варфоломеевскую ночь гугенотов, тоже ради Господа это все делали. Вся инквизиция была во имя Господа. Святой Доминик с именем Божьим на устах уничтожал альбегойцев. Тоже все это делал во славу Божью. У нас на Руси Иосиф Володский уничтожал нестяжателей, уничтожал, вырезал их. Почему? А как по-другому? А как по-другому? И получалось люди с уверенностью, что служат Богу. Я думаю, все же помнят, что было на пряжках немецких солдат. С нами Бог. Вот что там было написано. Думая, что служат Богу, делали безумные вещи. Безумные вещи. А время такое. Мне знаешь, так нравится у Эдуарда Багрицкого есть такие слова вот о веке. А глянешься, а вокруг враги, руки протянешь, и нет друзей. Но если он, этот век, скажет солги, солги. И если он скажет убей, убей, а что? Время такое. Приходится лгать. Приходится убивать. И в конце этой легенды великий инквизитор говорит такие слова Иисусу. Завтра же ты увидишь, что это послушное стадо, он о людях так говорит, о людях, которые еще только что так восхищались Иисусом, которая по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если бы кто всех более заслужил наш костер, то это ты завтра сожгу тебя. И вы знаете, это парадокс, когда последователи Иисуса сжигают Иисуса как иеретика. Не случайно Иисус не спрашивал у учеников, какой вы веры христианской. Иисус спросил, какого вы духа? Можно быть правильной веры, правильной церкви, правильной конфессии, только не с духом Христом, не с духом Христом, не с духом Христа, не с духом нашего Господа. И вот так Федор Михайлович Достоевский истолковал эту четвертую главу Евангелия от Матфея, где говорится об искушении Иисуса Христа. И вот вы знаете, во многом в наше время эти толкования, они очень актуальны, потому что каждый из нас решает, а я с кем? Я с Иисусом или я с Великим Инквизитором? Потому что и то, и другое, все это находится под вывеской христианства. И то, и другое. И в конце давайте откроем 2 Тимофея, 3 глава. Чтобы не заканчивать печальными словами легенды о Великом Инквизиторе, закончим радостными словами Евангелия Иисуса Христа Нового Завета 2 Тимофея 3 глава а может с 1 стиха Знай же что в последние дни наступят времена тяжкие ибо люди будут и в том числе христиане будут самолюбивы сребролюбивы горды надменны злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы недружелюбны непримирительны клеветники невоздержаны жестоки нелюбящие добра предатели наглые напыщены более сластолюбивы нежели боголюбивы имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся таковых удаляйся вот смотрите какая картина вот какая картина какими будут люди в том числе верующие наглые агрессивные недружелюбные понятно что мы недружелюбные но мы для Иисуса недружелюбные понятно мы наглые но мы для Иисуса наглые понятно мы злые но мы ради Иисуса все порвем здесь, как мы сильно его любим. Жестоки, но мы же для Иисуса. И мы, как бы, знаете, все прячем это для Иисуса. Поэтому Павел-то и говорит, а где же христианство это? А в виде, в виде благочестия, потому что придем все такие благочестивые, прям такие смиренные, но без всякой силы. Без всякой силы. И 10 стих здесь же, смотрите, а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И вот, вы знаете, вот в этой же главе словно вот это два пути. Путь Христа и путь великого инквизитора. Первый путь вот этих первых стихах. Путь великого инквизитора. Это непримирение, неблагодарность, жестокость, напыщенность, сребролюбие, надменность, гордость. Опять-таки, все это можно одеть в благочестивые одежды. О, это все так можно представить благочестиво. Все с крестами, все вот со словами из Библии. Но это все лишь фиговые листочки. За этим грех стоит. За этим стоит грех. И что интересно, как великий инквизитор сказал, как он к этому пришел. Знаете, как галаты, начавшие духом, закончили плотью. Ой, я вначале думал, а понял теперь. С людьми нельзя по-другому. А Павел говорит, можно. Есть другой путь. В вере, в великодушии, в любви, в терпениях. Ну, подожди, подожди. Это невыгодно. За это будут гнать. Павел говорит, да. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Да. Поэтому проще иметь вид благочестия, чем жить благочестиво. За вид благочестия никто тебя не будет гнать. Мир будет чувствовать с тобой родство, единство. Да он такой же злой, он такой же жестокий, он такой же сластолюбивый. Дорогие, разве сегодня неверующие люди не говорят, что вы верующие прикидываетесь, вы такие же злые, вы такие же жестокие. Они смотрят на жизнь современного христианства, говорят, как вас Иисус поменял, вы такие же. Разве нет? Да. Такие же. Потому что только вид благочестия, а неверующим смешно. Ну, что это вид благочестия? Суть-то та же самая. Но Павел говорит, есть другая суть. И ради этого Иисус прошел через все искушения, чтобы показать нам суть. Есть вещи важнее хлеба. Есть вещи важнее чудес. Есть важнее все царств земных вещи и всей славы их. Понимаете? Вот, что показал Иисус. И поэтому эта глава заканчивается 17 стихом. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Какие бы ни были испытания, искушения, не поддавайся им. Не поддавайся соблазну великого инквизитора. Следуй за Иисусом, даже если кажется, что сейчас это невыгодно. Будь готов ко всякому доброму делу. Это настоящая доброта, идущая из сердца Господа. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова